Уважаемые садоводы, здравствуйте! 17 сентября. В Сибири еще не было заморозков, и у нас еще благоухают георгины, канны и лето бабье в полной своей красе. Сегодня поговорим о канне индийской. Корневищное растение произрастает в основном в странах теплого климата. Это тропики, субтропики. И это растение я привезла, естественно, с Юго-Восточной Азии по одному корешочку. И вот уже многие годы его размножаю, делюсь со своими покупателями. И вот смотрите, даже еще пчелка ищет там нектар. Вот она ищет, привлекают яркие цветы ее внимание. Но скоро у нас будут заморозки, и я сейчас сделаю небольшой обзор по каннам. У меня их три вида. Вот канна с зелеными листьями и алого цвета цветами. Козы мои услышали, что я с кем-то разговариваю, и тоже решили поговорить со мной. Итак, вот размножается канна индийская очень просто, делением корневища. Но если вы видели корень имбиря в магазине, а наверняка вы его видели, в последнее время имбирь очень стал популярным в лечении с коронавирусом. Так вот, канна индийская чем-то напоминает корневища имбирь. И с одной деленки, с одной деленки, вот смотрите, мы делим ежегодно. Получается 3-4, а то и 5, и 6, и зависит от массы деленки. Видите, выскакивают вот такие вот из почвы будущие побеги. И вот в таком виде, после заморозков, легких заморозков, когда листва завянет, мы начинаем убирать канну индийскую. Храним мы ее в теплом помещении. Ни в коем случае нельзя канну индийскую хранить в погребе, поскольку температура хранения этого корневищного растения плюс 10-15 градусов. То есть ее можно хранить в теплом подвальном помещении, либо в квартире, выкопав корень, засыпать немножечко опилочками. И он прекрасно хранится в домашних условиях, сохраняя свое качество. Вот вашему вниманию представляю еще одну разновидность канны индийской, краснолистный. У нее очень яркий, красивый лист. Этот цветочек хорошо миксуется с ярко-облиственными зелеными растениями. Но цветок у него чуть-чуть, он не такой яркий. Вот здесь овска тоже питается нектаром. И, в общем-то, красота этого вида канны, в общем-то, мне так кажется, больше достигается за счет ярких, широких, таких вот красных листьев. Мне она очень нравится, ее чаще покупают почему-то. Ну вот, я считаю, что зеленая, зелено-листная канна тоже великолепно хороша. И у нее и лист такой, посмотрите, какое изящество. Вот лист имеет такую каемочку красненькую. А вот разворачивающийся листочек тоже очень симпатичный. Ну, одним словом, канна индийская во всей красе. Середина сентября, она еще у нас вот в таком вот замечательном виде. Есть еще канна желтая. Сейчас я через дорогу вот переведу камеру. Так, это все красное у нас. А вот здесь вот вниз мы ее посадили, ее немножко. Вот эта канна желтая у нее нежно-нежно-нежно-желтого цвета цветочки. Ну, вот отсвела она здесь вот. И второй бутон успеет отсвести или не успеет. Ну, вот иногда в рассаде я своим девушкам, которые работают на подаче, они сомневаются, желтая это или красная канна. Так вот, у желтой канны вот эта каемочка, она имеет светлый оттенок. А у красной канны с красными цветами, у нее красная каемочка. А вот даже прямо здесь вот ошиблись, посадили среди желтых красную. Видите, вот красная кайма. Это у цветка с красным цветом. И вот желтая, желтая каемочка у листа с желтым цветом. Ну, вот я вам просто рекомендую этот цветок завести в своем саду. И он будет украшать ваш сад до глубокой осени. Вот такая вот красота. Необычная красота, я бы сказала, поскольку канна индийская далеко у всех есть. Ее продают иногда во флористических центрах. Но вот я лично ни разу не видела канну индийскую, либо корешки, либо еще что-то. Чаще всего это гладиолусы, ирисы, пионы и всякая такая всячина. Видать, далековато везти канну индийскую к нам через моря океаны. Ну, всего доброго вам, здоровья, до скорых встреч. Хорошего теплого бабьего лета. До свидания.